добрый день сегодня 1 10 2017 поехали я сегодня вот опять коснусь вот такой проблемы такой темы двух генералейсимусов и вот она взаимосвязанная это завязался вот такой клубок борис миронов за бывший министр печати враг господина навального сегодня становится его другом вот в борьбе за крыль за бандеровский крыль будем прямо и вот знаете вот анатолий шарик там снял последний репортаж и посмотрел сейчас и вот я обратил внимание где алексей вот нападает на владимира соловьева но я сам критиковал соловьева не раз за его взгляда за его стремление оправдать джугашвили но я не поэтому как бы хочу сказать а вот понимаете вот у нас такая как бы проблема я вот пытаюсь ведь понимаете алексей он по многим вопросам ключевым болезненным для часа у нас донецка два миллиона русских до бандеровцы там славян врывается убивают что мы слышим от господина навального не бы не мы ни к реку да мы не слышим никаких осуждающих слов бараева басаева роду его и и других товарищей ну мы слышим проклятия в адрес кадырова чей отец был убит вот этими подонками дудаева да вот и вот 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 здесь вот сразу же вот у алексея негативные негативные отношения к кадырову кадырову можно относиться и отрицательно я согласен но за что за что мотив тоже важен для человека который рвется там стать верховным правителем россии да и давайте сейчас подумаем такой момент вот почему почему соловьев вызывает а вот я как бы анализировал смотрел вот и становится понятно знаете он там начинает вот крым вот тогда соловьев говорил одно что крыма и не надо присоединять а сейчас надо крым присоединить вот он нашел вот такое ну да а допустим допустим что человек ошибался а потом он пришел правильному решению и что из из-за этого его надо съесть что ли из-за этого ты вяжешь а если человек но учитал всегда дважды 25 а потом он пришел к другому народ нормальному решению что все таки ну или какая-то более сложная формула он же может ошибаться да и он пришел к правильному решению по тем или иным пусть даже по каким-то своим там соображением мотивам и так но я также хочу сказать что алексей притворился таким шлангом но как бы сказать не понимая ведь те кто раньше выступал против присоединения крыма были свои как бы достаточный ну веские какие-то на возражения я вот и тогда считал что надо действовать в этом направлении что надо совершать какие-то шаги чтобы защищать все время интересы россии вот вплоть до применения каких-то экономических санкций и против вот этого всего заговора вот этих коммунистов и и у земли русской всех этих кравчуков кучу и прочее говорить о их какой-то легитимности просто смехотворно но однако разница это было колоссально извините или там избирался вот бандерляндии какой-то руководитель да ну вроде как народ украинцы русские приходили избирали да вроде если бы мы совершали какие-то действия многими особенно молодыми людьми могло быть это истолковано ну как какие-то враждебные враждебные действия может быть и даже сейчас это ошибочно воспринимается именно так они как стремление сохранить эти территории для славянского мира которые были спущены всеми этими ворами там проходимцами всеми этими сынками полицаев понимаете это был бы что совершенно очевидно спущен кто вот знает что после разгромом суворова сумка суворовым турецких войск мир был подписан таким образом что крым может быть не турецким только если он в составе российских россии если он составе другого государства турция имеет полное право вернуть его себе ну турция не имела на северный кипр никаких прав но она взяла себе им присобачила и все и все и поставил все перед фактом вот и я и до сих пор мне смешно что там произошел переворот полковников вам какое дело что там произошло какой-то вот у нас бы какой-то там переворот про а кто-то бы посчитал это неправильными оттяпал бы себе половину сибири нормальный бы подход был да мы должны были быть с этим согласиться сказал все международное право не нарушен и все эти меркели все эти все это нато дутое она не выступила на защиту стран страны подвергшихся агрессору а там были все основания все основания чтобы восстановить статус-ку и я уверен что турция бы спокойненько собрала бы чемоданы и уехала если бы вот эти страны проявили бы твердость и тому подобное и вот но самое то главное что алексей укрывает вроде предкидывается шлангом и не и как будто не знает что дважды дважды население бандерляндии полностью голосовала против бандеровцы и дважды они устраивали уже майдан майдан перевороты захваты власти групп как и активных вот этих сверх таких активных как гипер паразиты вот этих сынков полицаев вонючих вот ну еще пользуясь тем что положение стране было тяжелое по и руководитель то вот этот как бы все эти вот руководители там от начинают кравчука и все вот эти вот они страну доводили до до ручки к так сказать янукович до которого нам беру от януковича россии вы вы а вы олигофрены конченые что ли вы подумайте россия поставила того именно янукович то и затеял это вхождение в евросоюз о чем ему было указано дебил ну вот здесь путин здесь нас абсолютно нормально он ему указал те по экономические последствия которые вызовут и когда янукович стал это все дело все эти последствия начали вылезать а когда они начали вылезать он совершенно что обдув совсем обдурить путина у него как бы вот так ну не получается не получается он наджал на тормоза виде что едет в пропасть но нет его скинули и поехали в пропасть пожалуйста поздравляем бандерлянде урал марш не работает до открываете киоски открываете там это а может уже и эти закрываете ну в общем радуйтесь вот я хочу сказать что давайте там молодой поколение вы подумайте сопоставляйте чтобы не оказаться дураках ну чтоб вам не устроили майдан 1917 года еще раз тогда тоже под видом борьбы с коррупцией а там у нас и было кто-то в окопах про правиль а кто-то богатенький сидит богатенький сидит себе не хочет там поделиться солдат там обеспечить какие-то потому что не было петра первого который дал бы всем пинка и так сказать и всех вот этих вот джугашвилевцев там прижать к ногтю которые а отмазывались от фронта и которые где-то отсизывались там шли царях там и папа по прочим закоулка вот и вот этот момент обдумайте понимаете чтобы не пришел вам запломбированный вагон сифилисный вот 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 это потому что если это сделали 2017 году в россии 2014 году в бандерлянде то почему же это вот нельзя как вы думаете сделать это вот сегодня сейчас вы включите и вспоминайте почаще слова александра васильевича сурова будь прозорлив и осторожен у меня также удивляет вот это вот я приду я сделал я с корреспондентом сделаю тут а тут а я его ограблю по большевистски а собственно говоря вот я вот если есть какие-то факты коррупции давайте будем разбирать вот он там тоже развил действительно там шарик показывает что а соловьев и не скрывал что он некий что он не бедный человек ничего этого не скрывал а ты там выставлять знать так лживую штука лёша как бы сам разоблачил вот 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 но понятно я вот просто посмотрите сами проанализируйте вот эти вещи и вот завтра вот будет у нас такой верховный правительство сегодня ему один корреспондент не понравился завтра другой корреспондент не понравился завтра выступит демонстрация которая ну будет протестовать против того что он хочет крым вместе с людьми как с этими с холопами до крестьянами передать да он ее возьмет и расстреляет мы вот это вот чуть-чуть хотим да а вот на основе чего он делает такие заявления что он будет там скорее с корреспондентом да ну или политологом я и я считаю что если мы основимся на каких-то принципах то свобода слова не должна ничем ущемляться если у нас не будет как сказать вот развитие политической экономической и другой мысли если на это надеть какой-то наморник то мы остановимся на каком-то уровне из-за таких как лишь никуда не пойдем ты если соловьев где-то что-то что-то совершил ты докажи ты действительно докажи вот этот вопрос а если нету доказательств я не знаю конечно может быть ну как бы сказать вот тут вопрос сложный может быть соловьев получил лишнего там не лишь ну вот можно рассматривать тогда по заслугам ли ему там четырехкомнатный там 5 но по понимаете совершенно ясно что это вот настолько не актуально потому что есть вот у нас только вообще кругом всего давайте вот попроследуем о состоянии чубы состоянии ходорковского вот этим надо заняться против этих людей финансовое отношение такой как соловьев это карлик это вообще микроба понимаете его невинно понимаете и алексей греет общественную политическую мысль вот сконцентрировать на чем-то чтобы что чтобы мы занимались состоянием соловьева но не занимались состоянием его друга чубы сюда за которую он на рельсы готов лечь до до чтобы мы не занимались состоянием господина ходорковского чтобы мы не занимались афера магнитского который сша а ведь это же просто вот эти американские компании они должны получить здесь заочный приговор заочный а их вот должны вот везде где и есть возможность возможность применить и репрессивные меры россии к тому чтобы вот вот и у нас же есть статья о мошенничестве они именно собирались делать машине не просто мошенничество супер мошенничество и алексей рвет глотку за этого магнитского бедняжка погиб да можно действительно наших сезон отвратительная как бы ситуация и это всем известна и мало ли людей вот наверно найдется список там где надо действительно там применять меры при где-то как-то улучшать и что-то делать вот а почему именно на магнитском почему именно сосредоточено что он какой-то особый вы или там этот самый ловкач скажем так ловкач особый ловкач да по которому надо вот он не подумал вот а этот магнитский не на минуту а что если его афера удастся и вот они значит сбагрят и сегодня были нам говорили газпром ребята да это не ваше и какой-то стоял бы здесь сатрап и который вот говорил корреспондентов я там уничтожу да если кто будет протестовать против прихватизации газпрома я расстреляю а в пенсии вообще на платить нечем вы извините у нас было в 90-е годы говорю пенсию нечем платить вот как раз когда навальный был в киров лесе когда у него все было хорошо и замечательно всего доброго